Детская площадка Прокуратура района по обращению полномочного по правам человека в Самарской области проведена проверка законности использования земельного участка, расположенного вблизи дома номер 12, квартала 1, поселка Красная Линка. По данному обращению была проведена большая работа, было изучено более 30 регистрационных и 20 кадастровых дел, получены сведения из Центрального государственного архива Самарской области о прошлом должностной лице. Для своего ребенка хочется, чтобы у него было место, где он мог играть круглый год, чтобы летом он здесь мог играть, допустим, в футбол или волейбол, настольный теннис, сейчас говорят, это очень популярно у детей. А зимой мог кататься на коньках, потому что у нас здесь в шаговой доступности нет такого места, к сожалению. И приходится ездить в поселок управленческий. Тем более, что и место, подходящее есть, буквально под окнами, участок в полторы тысячи квадратных метров. Мы запросили межевые дела из кадастровой палаты, для того, чтобы узнать, на каком основании предоставлялось право данных земельных участков. И пришли к выводу, что эти земельные участки предоставлены здесь незаконно. Все материалы были отправлены в прокуратуру, и прокуратура, в свою очередь, вышла с иском в суд. Суд признал межевание земли недействительным, и теперь это снова муниципальная собственность. В настоящее время решение суда исполнено. Из государственного кадастровой недвижимости исключены сведения о характеристиках и точках данного земельного участка. С данного времени он частной собственностью не является. Теперь планам жителей суждено сбыться. Проект площадки они придумали сами. Учли все. Здесь можно будет поиграть в волейбол, футбол, баскетбол, позаниматься на спортивных тренажерах и, конечно, позаботились о малышах. Для них обустроят отдельное место. Хотят сделать детский городок. Для волейбольного поля, в этом углу по центру площадки, по сути, здесь будет баскетбольное кольцо. В этой части мы хотим поставить лавочки. Такая зона отдыха, да? Да, такая небольшая зона отдыха. Ну вот, а примерно где мы сейчас стоим, здесь будет конистный стол. Ввиду рельефа на Красной Глинке, все-таки мы здесь находимся на горе, у нас очень много подпорных серых бетонных стен. Мы стараемся облагородить данные территории, чтобы детям было приятно играть на данных детских площадках и рисуем на этих бетонных стенах рисунки детские. Всего в Красноглинском районе совместными усилиями районных властей и прокуратуры выявлено и ликвидировано шесть нелегальных автостоянок. Сотрудничество продолжается. Во многом помогают и активные местные жители. Все вместе преображают район. На постоянном контроле прокуратуры Красноглинского района находятся вопросы функционирования автостоянок на территории района. Совместными усилиями с администрацией района нами было выявлено шесть незаконных автостоянок, которые в настоящее время функционирование прекратили. Так, в поселке Мехзавод, 10-й квартал, вблизи дома 21, была выявлена автостоянка, на которой предприниматели отшлили предпринимательскую деятельность по охране автотранспорта. Мы обратились с искалым заявлением в Красноглинский районный суд, который наши требования удовлетворил и обязал гражданина освободить земельный участок, демонтировать будку охраны и ограждение. Решение суда было исполнено. Данная работа или работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности этих автостоянок к нами продолжается в настоящее время. Если местным жителям нужна помощь в преображении площадки после автостоянки, районные власти готовы проконсультировать и рассмотреть заявку на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Редактор субтитров А.Семкин